МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Труба зовёт! Лето не за горами! Ещё не решили, куда отправить своих детей на летние каникулы? За город к бабушке или в славный советских времён Артек? Кстати, как стало известно, на днях путёвка туда обойдётся в 65 тысяч рублей. Ну а если же вам ближе буржуазный комфорт, да и в средствах вы не стеснены, можно купить путёвку в лагерь у озера Ракет в штате Нью-Йорк. Здесь детвору обеспечивают спортивной экипировкой, которой могут похвастаться лишь олимпийские чемпионы. Учат гребли на каное. Ну а театральную группу лагеря курируют бродвейские звёзды. По вечерам, конечно же, дискотеки. За музыку отвечают популярные исполнители. Живут дети в комфортабельных номерах, а кормят их известны повара. Стоимость такого отдыха обсуждается с каждым кандидатом индивидуально и публично не разглашается. Ну а если отдых вам только снится, пополняйте ряды НЭПМанов. В ближайшие полчаса и потрудимся на славу, и развлечёмся бюджетно. Меня зовут Олег Буря. Начинаем! Смотрите сегодня в программе НЭП. Что ты видишь здесь, абсолютно полностью продаётся в магазине. Ничего страшного, у нас тут сто штук. Вот и первое. Сто штук. Поэтому мы это ломаем и сюда бросаем. Окидываем себя строгим взглядом, подсчитываем калории и отправляемся на кухню за вкусненьким. В рубрике «Правильное питание» катаем овощные спринг-роллы с ценной белковой начинкой. Мы садимся на коленочки и выходим в позу стола. Грубо говоря, на четвереньки. В здоровом теле здоровый дух. Вместе с экспертом разбираемся в непростых вопросах физиологии, учимся правильно растягивать мышцы и узнаём, чем вредна сушка тела. Щёлк. Всё, загорелся. И как обычно, гриль используйте его, и всё. Открываем сезон пикников и устраиваем батл между мангалом, грилем и электрошашлычницей. Чем мясо не испортить и какой шашлык вкуснее, расскажем в первой части нашей традиционной НЭП-экспертизы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Примерить приводит себя в достойный вид, что и вам советуют. Как сжатые сроки сделать из себя второго Джеймса Стетхэма, расскажем прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Британка Тесс 40 лет воздерживалась от улыбки, чтобы предотвратить появление морщин. И каждую пятницу, когда её друзья рассказывают анекдоты и заливисто смеются, Тесс сидит с каменным лицом. В отличие от непреклонной англичанки, мы сегодня потренируем мышцы и лицевые. И не только. Всё-таки весна. Многие красноярки стремятся не только похудеть к лету, но и приобрести сказочную гибкость. И за очень короткий срок желательно. Но сесть на шпагат за три дня получится далеко не у всех. Ну, к сожалению, это невозможно. Но если вы в детстве, в юношестве занимались, например, гимнастикой, акробатикой, художественной гимнастикой, в общем, неважно, имели какой-то опыт растяжки, то вполне возможно, что после какой-то интенсивной тренировки, после неё вы спокойно повторите свой опыт. Есть ещё такой процент генетически одарённых людей. На моей памяти есть такие клиенты, которые, никогда не занимаясь растяжкой, могут спокойно садиться на разные виды шпагата, садиться на мостики. Ну, вот просто они гибкие. Остальным смертным инструкторы советуют посещать популярное в последнее время фитнес-направление стрейчинг – растяжка, как её ни назови. Растягиваться каждый день нежелательно. То есть восстанавливаются наши связки, наши суставы немножко подольше, чем мышечные волокна. Поэтому примерно один раз, два раза в неделю, ну, максимум, мы можем посещать с вами растяжку. И не забывайте, что, опять же, это должно быть руководство тренера, это должна быть хорошая разминка, очень интенсивная. Прямо сейчас два эффективных упражнения. Смотрим на тренера и повторяем. Коленочки у нас выпрямлены. Теперь мы стараемся ручками дотянуться до пола настолько, насколько это возможно. Когда мы уже не можем тянуться дальше, мы сгибаем коленочку и садимся в глубокий выпад. Мы сначала переводим руки на колено и максимально выпрямляем спинку. Если у вас сидячая работа, такие руки – настоящий стресс. В этом положении вы почувствуете колоссальную нагрузку, да, и почувствуете, как тянется задняя поверхность бедер. Для правопродольного шпагата необходимо, чтобы была растянута и передняя, и задняя часть бедра. Теперь тянем ногу своей рукой. Второе упражнение – растяжка спины. И выходим в позу стола, грубо говоря, на четвереньки. Из этой позы, насколько получается, доставляем ручки вперед и начинаем уводить таз вниз. То есть сначала мы выходим в одну прямую линию и затем лобковой косточкой пробуем коснуться пола, максимально прогнуться назад. Все глубже и дальше. Отталкиваемся руками. Если вы перестарались и потянули мышцу, степень повреждения может быть разной. Хоть до разрыва мышцы, когда образуется рубец, после неправильной реабилитации мышца может и вовсе потерять эластичность. В первую очередь, это, естественно, как при любой травме, это холод. Ни в коем случае не разогревать. Часто думают, что вот потянул, схватила, разогрел, тебе стало полегче. Но это такое временное явление, то есть снимает на некоторое время и потом еще хуже становится. Я против того, чтобы не активизировать больного. Наоборот, его нужно растягивать, чтобы рубец сформировался мягко, не грубо. Интересно, что мышцы профессиональных спортсменов хоть и находятся в постоянном тонусе, быстрее и слабее, кто-то же. Если всю жизнь ты занимаешься спортом и когда-то заканчиваешь, спортсмен начинает, наоборот, мышцы начинают опадать, грубо говоря. То есть они силу уже такой быстрее теряют свою силу. Мы готовы развенчать еще один миф. Популярная в последнее время сушка тела – ничто иное, как низкоуглеводная диета. И если в интернете вам обещают, что это простой и эффективный способ избавиться от жира, не верьте. Сушка – это лишь часть длительного многоступенчатого процесса. К ней профессиональные бодибилдеры готовятся годами, оголяя мышечный рельеф. И со здоровьем эти углеводные лишения никак не связаны. Не вредите себе и будьте гибкими и в общении, и в спортзале. Американку Нолу Отч можно поздравить с окончанием колледжа и получением диплома историка. Радость выпускницы разделит все ее многочисленное семейство. Три сына, 13 внуков и 15 правнуков. Да-да, Нола установила новый мировой рекорд. Мало того, что срок учебы продолжался целых 35 лет, так и самой Ноле, дай бог ей здоровья, уже 95. Это самая пожилая на свете дипломница. Вместе с Нолой заканчивает колледж ее 20-летняя внучка. Программа НЕФ всегда за крепкие семейные узы, здоровый образ жизни и научно-технический прогресс. Даже, казалось бы, в таком простом деле, как прокалывание ушей. Что мы еще не знаем об этом, попыталась выяснить Алина Алтынгузина. Самым лучшим слухом обладают дельфины и киты. Они посылают ультразвуковой сигнал вперед в себя. Если звук встречается с преградой, возникает эхо, которое сообщает животному о возможном препятствии. Наши ушки не способны улавливать такие сигналы, но зато обладают другими интересными способностями. Наши уши также индивидуальны, как и отпечатки пальцев. Еще с древних времен люди пытались соотносить их форму с чертами характера. Например, большие уши говорят о выраженных музыкальных способностях. Если ушные раковины малы по размеру, это признак чувственности. Очень массивные указывают на угрюмость и депрессивность. Заостренные ушные раковины говорят о скромности, а прижатые к вискам о сдержанности и осторожности. Но не все так гладко. Небрежное обращение с этим нежным органом может привести к ряду инфекционных и даже хронических заболеваний. Отиты встречаются, бывают отиты катаральные, это воспаление среднего уха. Отиты гнойные, отиты серозные, отит может быть эксудативный. В зависимости от того причина отита и форма отита бывает разная. Чаще встречается отит наружный, верный спутник купального сезона. Грязная вода задержалась в узком слуховом проходе, началось воспаление. Бегом на прием к врачу. С катаральным отитом шутки тоже плохи. При заболевании носа, носоглотки, инфекция проникает через слуховую трубу во внутреннее ухо. Боль в ухе, повышение температуры, заложенность – первые симптомы заболевания. Самолечением лучше не заниматься. Специалисты вторят в голос. Шапка и платок – главная профилактика любого заболевания ушек. Уши закрывать. Я не имею в виду закладывать какие-то тампоны, турунды в уши. Закрывать уши. Область, вот, околоушная область, потому что рядом с ухом проходит веточка троничного нерва, ушная веточка троничного нерва. А еще на наших ушах расположены биологически активные точки, которые влияют на жизнедеятельность тех или иных органов. Ушка перевернем, и здесь мы увидим, в общем-то, вот такого человечка. То есть здесь будет у нас ротовая полость, глаз и так далее. Здесь бронхолегочная система, а сюда уже ниже органы малого таза и по краешку здесь мы с вами увидим точки позвоночника. Есть мнение, если при проколе ушной мочки попасть в точку, отвечающую за зрение, то его острота может резко ухудшиться. Вот и ответ. Как правило, снижение зрения не происходит и там каких-то патологий, хотя можно, в общем-то, если неудачно это сделать, то можно проколоть именно ту зону, да, которая отвечает за какой-то орган и систему, и можно, в общем-то, получить потом какое-то хроническое заболевание, не сразу. Хотите проколоть ушки своей маленькой дочки? Обращайтесь к специалисту, проверенному и знающему все важные точки на ушах. Специальная медицина рекомендует прокалывать ушки деткам с трех лет, так как уже в этот период уже сформирована ушная раковина. В то же время некоторые исследования говорят о том, что не рекомендуется прокалывать ушки позднее 11 лет, так как возрастает риск образования килоидных рубцов. Но есть и противопоказания. Хронические заболевания, кожные заболевания, сахарный диабет, если имеется предрасположенность к килоидным рубцам образованиям. А вот сам прокол лучше осуществить с помощью игол. Пистолет мгновенно закрепляет гвоздик, который впоследствии трудно обрабатывать, поэтому лучше подбирать серьги с ушком, и место прокола заживет быстрее, да и вероятности зарастания меньше. Берегите свои ушки, особенно в такую переменчивую погоду, ведь даже малейшее дуновение ветра может сыграть с вами злую шутку. Крепкого вам здоровья! В этот четверг состоится концерт легендарного ансамбля танца «Енисейские зори». Если вы поклонник фольклорного направления, не упустите эту возможность. Как выиграть билет, узнаете на нашей страничке ВКонтакте. Пока идет реклама, заходите туда и следуйте инструкции. Всем только удачи! Дом от компании «Золотая горка». Если мечтаешь, мир покори. Если стремишься себя проявить. Маме и папе, друзьям, покажи. Ты многое можешь, всем докажи. Хочешь быть ярким? Будь им! Подробная информация на сайте trk7.ru Конкурс проходит при поддержке Министерства культуры Красноярского края. На свете так много продуктов, и каждый из них по-своему полезен. А задумывались ли вы, какая еда самая лучшая для нашего здоровья? Неутомимые британские ученые, каждый нашли ответ. Они считают, что ни один другой продукт по своей полезности не сравним с брокколи. Как оказалось, этот овощ способен решить массу проблем. В частности, он самым лучшим образом действует на суставы, предупреждая развитие артрита и артроза. Ну и кроме того, брокколи и блюда из этой капусты предотвращают появление раковых опухолей, укрепляют иммунитет, восполняют недостаток витаминов и кальция, ну а также препятствуют образованию тромбов и даже улучшают цвет вашего лица. Это только часть полезных свойств чудо-овоща. Так что полюбите брокколи от всей души, и со здоровьем все будет в порядке. В рационе Виктория Тиханович брокколи тоже занимает свое почетное место. Но сегодня Вика предлагает побаловать себя другими вкусностями. Какими именно, узнаем из рубрики «Правильное питание». Мы продолжаем нашу традиционную рубрику, посвященную «Правильное питание». Сегодня с нами брендшер-повар Евгений Баранников. Что мы сегодня будем готовить? Сегодня будем готовить два блюда. И начнем мы, наверное, не совсем традиционно. Мы начнем готовить десерт. В данный момент это будет смузи. Я его назвал смузи «Малина-базилик». Для приготовления нам понадобится, как вы уже наверняка догадались, сам базилик и свежемороженая малина. Плюс молоко любой жирности. Сахарная пудра и йогурт. Ну и твой помощник сегодня блендер. Из ягоды делаем пюре. Сахарную пудру добавляем по необходимости. Не забываем про базилик. Вот так хаотично порублю. Чтобы базилик уже дал сок. Работа кипит. Базилик, кстати, тоже попадает под раздачу блендера. Добавляем молоко. С помощью молока мы сейчас и базилик изсоберем. И получим такую молочно-зеленую базиликовую смесь. Все, поехали. Меленый цвет. Аромат. Странный, конечно. Ну, на первый раз кажется. Ну да. Да? Все это в соотношении будет очень вкусно. Кстати, сам смузи у нас получится неоднородным. Напиток будет состоять из двух слоев. Базиликово-молочную добавляем в ягодное пюре. И снова блендер нам в помощь. Вот таким образом. Видишь? Становится как гуашь. Более такой темный. И более, наверное, черничный уже цвет. И начинаем заливать аккуратно. Красота неимоверная. За счет того, что пюре и йогурт одинаковы по плотности, они не смешиваются. Ну, разве это не прелесть? Ну, прелесть. Все. Отлично. Первое блюдо заняло у нас всего, ну, максимум 5 минут. Пока наш пышущий здоровьем и красотой смузи в сторону, приступаем к изготовлению роллов. Суть ролла в чем? Наверняка ты подумала, что ролл мы сейчас будем либо жарить, либо запекать, либо будем заворачивать в нори. В нори. Вот. Почему я их назвал фитнес-роллы? Потому что на самом деле ни капли масла здесь, ни капли жира, ничего нет. И естественный лосось, естественная курица, имбирь, морковь, водоросли, васаби, листья разного салата, дайкон. Вот такие пластики. Инари – это тофу копченый, прессованный. Вот. Ну и, соответственно, ты видишь, авокадо, огурец и кунжут. А это тесто называется, ну, с виду я, я бы, если бы не знал и не был бы поваром, я бы подумал, что это пластмасс какая-то. Я, честно говоря, тоже так понимаю. Ну, смотри, вот, к примеру, что мы имеем в данный момент. Видишь, просто какие-то блины, стеклянные блины. Оказывается, это рисовая бумага, которая, попадая в воду, размягчается. В нее-то мы и будем заворачивать нашу начинку. Но до контакта с водой эти лепешки, ну уж очень тоненькие. Что ты видишь здесь, абсолютно полностью продается в магазине. Ничего страшного, у нас тут 100 штук. Вот и первое. Первый брак. 100 штук, поэтому мы это ломаем, вот сюда бросаем. Мастер успокоил, поехали дальше. Мы сделаем три вариации роллов. Овощные, с копченой курицей и семгой. Окунаем в воду нашу бумагу и даем ей 5 минут. В это время нарезаем авокадо. Мы берем вот этим задним местом ножа, воткнули и достали ее. Теперь настал огуречный час. Вот это занятие, чем я сейчас занимаюсь, называется распускать огурцы. Я в принципе подумала, что ты снимаешь пожару. Мы распускаем до косточек. То есть косточки мы оставляем. Почему? Потому что если мы будем использовать сердцевину, в ней очень много сока. В дальнейшем, в дальнейшем ролл будет жидким. Легким движением руки все необходимые ингредиенты кладем на тесто. Самое сложное – это аккуратно завернуть. Для рыбно-куриных роллов нам понадобятся волшебные водоросли. Почему волшебные – сейчас видите. Я сейчас буду рисовать этими водорослями. В воде этот красочный витаминный комплекс оживает. Быстренько укомплектовываем два остальных ролла. В этом процессе ничего сложного нет. Всего под чуть-чуть и получается вот такая красота. Пальчики обнижешь. Да уж, красиво есть – не запретишь. Сегодня мы в очередной раз убедились, что правильное питание – это не только полезно, но еще и вкусно, да еще и разнообразно. Да, да, да. Спасибо за это шикарное блюдо. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Раз, два, влево, вправо. Оказывается, легкие покачивания гамака благотворно действуют на сон спящего человека. В ходе эксперимента добровольцев разделили на две группы. Испытуемых из первой группы просили подремать в неподвижно висящем гамаке. Для второй группы ложа раскачивали. У каждого участника исследователи снимали энцеллофограмму. В итоге было обнаружено, что испытуемые засыпали много быстрее, если гамак тихо покачивался. Покачивание гамака, возможно, пробуждает в подсознании воспоминания об укачивании матери в младенческом возрасте и создают ощущение полной безопасности, полагают ученые и рекомендуют тем, кто страдает бессонницей или тревожным неглубоким сном, повесить гамак и в своих квартирах. Как прогнать бессонницу, мы выяснили. А вот как бороться с другими неприятными недугами быстро и без ущерба для семейного бюджета, знает Анастасия Прохорчук. Здравствуйте! У нас для вас по-настоящему полезные новости. В нашем городе в течение полугода успешно работают три аптечных дискаунтера. При этом с одним из них мы сейчас и находимся. Адрес проспект Красноярский рабочий, 135. Добро пожаловать! Когда цены в магазинах пугают, а на поиски некоторых лекарственных средств уходит масса времени, и нароком задумаешься, где найти все и по демократичной цене. Специально для красноярцев и гостей города губернские аптеки реализуют проект «Аптечный дискаунтер». Здесь, на Красраве 135, покупатели могут приобретать товары для здоровья по ценам на 15-20% ниже обычных. С 1 марта этот дискаунтер работает круглосуточно. Спасибо. Очень простой, но наглядный эксперимент. Приобрела гематоген классический, школьный, за 15 рублей. И абсолютно такой же гематоген, но в другом месте, купила за 30. Это точные цифры. Теперь изучим ассортимент. Дискаунтер на Красраве – это не просто аптека. Это аптечный комплекс. В отделе оптика вы можете пройти диагностику зрения и подобрать приглянувшуюся оправу. Водители и автоледи заинтересуются специализированными антибликовыми очками. Молодые мамы найдут здесь детское питание и смеси от ведущих производителей. А вот и ортопедический салон. Здесь же, на Красраве 135, легкое утягивающее белье, бандажи, компрессионный фрикотаж, массажеры. Стельки для всех будут полезны. Ортопедические вкладыши для модельной и повседневной обуви снизят нагрузку на позвоночник. В наличии ортопедическая обувь – нескучные модели для самых маленьких и удобные пары для взрослых. Подушки с ортопедическими валиками из антисептических материалов. Запомнили адрес? Карасраб 135. Не нужно уезжать на оптовые базы за 3-9 земель. Все в шаговой доступности. Большая удобная ворковка ждет вас. Еще один дискаунтер находится по адресу Мичурина 11. В этом дискаунтере также все есть. Ортопедические изделия, корсеты для офиса и ношения дома, компрессионный трикотаж, оптика, оправа найдется на любой вкус. И, конечно, низкие цены. Запоминаем аптека номер 115 на Мичурина 11. Едем далее. Последний и третий дискаунтер губернских аптек расположился на Воронова 21. Удобный вариант для жителей советского района. Приходите и экономьте средства, не экономя при этом на здоровье. Дорогие красноярцы и гости нашего города, мы рады вас пригласить в наши аптечные дискаунтеры. Здесь вас ждут высококвалифицированные специалисты, широкий ассортимент и низкие цены. И будьте здоровы! А вот уже более полувека Андриана Челентано является звездой итальянской эстрады. Музыкант, актер и художник. 16 апреля у нас с вами появится возможность увидеть полноценное шоу Андриана Челентано. В исполнении талантливого актера и исполнителя Маурицо. Привет, Красноярск! Я приеду к вам 16 апреля. Сам Андриана оценил данную постановку и в шутку говорил, что любит посмотреть на себя молодого и беззаботного. Как выиграть билеты на это легендарное Челентано-шоу, узнаете на нашей страничке ВКонтакте. Ну а далее по курсу небольшой рекламный блог. Семечки ВО. Когда важно качество и количество. Внимание! Глобальная распродажа на мебельной базе. Спешите купить мебель, пожалуй, по самым низким ценам в городе. На базе дешевле. Убедитесь сами. Антикризисный шоппинг. Сайт совместных покупок. Любые товары напрямую от поставщика по максимально низкой цене. Вместе выгоднее. Сайт спасибо24.рф. Что делать, когда коварный недуг отравляет жизнь? На помощь приходит физиоаппарат Алмак-01. Внимание! В преддверии Дня Великой Победы приобретайте Алмак-01 в Красноярске с 10 по 30 апреля в аптеках Нейрон со скидкой 15%. 31 мая в Большом концертном зале пройдет галоконцерт конкурса детских талантов «Яркий я». Финалисты проекта выступят на одной сцене с известными артистами Красноярска. Приобретая билеты, вы делаете доброе дело. Вырученные средства поступят в фонд «Добро-24». Подробная информация по телефону 258-11-73. Генеральный спонсор конкурса «Яркий я» ОО «Злата». Микрорайон класса «Делюкс» Златоулочка. Партнеры проекта. Дизайн-агентство «Арт-стиль» и «Самое веселое радио» на частоте 103. Юмор-ФМ. Началась пора пикников и дачных посиделок. Собираем саквояж и отправляемся на природу вкушать шашлычок сибирский. Но какой шашлык без мангала? Первые упоминания о мангале родом с Кавказа. К началу 18 века жители горных районов уже умели готовить мясо с использованием специального приспособления на тлеющих углях. А все потому, что из-за пониженного атмосферного давления в высокогорной местности температура загибания воды ниже плюс 100 градусов. И приготовить отварное мясо было просто невозможно. Находчивые жители не унывали и придумали нового помощника, за что мы им очень благодарны. Компактный и быстрый в сборке мангал. С ним справится даже самая хрупкая леди. Вес у него небольшой за счет металла листового типа. Красная цена такой модели от 300 рублей. Удобно, однако не стоит радоваться. Чем тоньше его стенки, тем меньше он вам прослужит. Производители складных мангалов не рекомендуют использовать дрова, а угли нужно класть уже горячими. Да еще и так, чтобы стенок не касались. Чтобы мангал век служил, останавливать лучше свой выбор на чугунных вариантах с толщиной металла более 1 мм. А это заморское чудо зовется барбекюшницей. Отличается от других наличием решетки и куполообразной крышкой. В закрытом положении барбекю становится духовкой. Привлекает быстрым приготовлением мяса и более сочным вкусом за счет крышки. Вещь прослужит долго, если правильно ухаживать, беречь от влаги и смазывать маслом. Цена этого изделия от 1000 рублей. Следующий чудо-агрегат – гриль. Эта мощная конструкция оснащена электровращательными шампурами, датчиками температуры, заслонками, регулирующими приток воздуха. В этом-то вся и фишка скажут профессиональные шашлычники. Стоимость такого аппарата – звездная, от 6000 рублей. Распробовали свиряки в деле еще и портативные коптильни, как вариант для особых гурманов. По компактности она не уступает своим сородичам. Сначала засыпается щепа на самое дно, сверху ставится поддон для сбора жира, и потом уже устанавливаются ярусы с вашими продуктами. Все это дело закрывается и ставится либо на мангал, либо на небольшой огонь. Отличия у всех помощников по пикнику безусловно есть. К примеру, на привычном мангале жарят мясо небольшими кусочками на шампурах. Если отдаете предпочтение стейкам, котлетам и овощам с дымком, ваш вариант барбекю. Причем мясо заранее не маринуется, а в процессе постоянно смазывается специальным соусом. На гриле рекомендуется готовить рыбу, морепродукты и курицу. В общем, на вкус и цвет, как говорится, товарища нет. Но залог отличного шашлыка – это веселая компания и хорошее настроение. Нашей постоянной телезрительнице Анне стало интересно, из скольки человек состоит среднестатистическая красноярская семья. На вопрос отвечает Альбина Руднева, заместитель руководителя Красноярстата. Средний размер семьи в среднем, по данным последней переписи, у нас 2,5 человека. То есть все равно в среднем по красноярскому краю семья, если можно так в среднем сказать, одного ребенка. Очень радует тот факт, что многие семьи на сегодняшний день пересматривают рождение, планируют семью рождение детей, очень, как говорится, серьезно подходят к рождению вторых и последующих детей. Это обуславливает именно тот факт, что сейчас много девушек репродуктивного возраста вступили в рождение ребятишек. И что все-таки еще меры государственной поддержки есть, это как материнский капитал. Наталья Евгеньевна скоро станет бабушкой во второй раз. В этой связи она хотела бы знать, по какой причине красноярцы заводят второго ребенка. На вопрос отвечает Альбина Руднева, заместитель руководителя Красноярстата. Большинство респондентов отметили, как мотивация рождения второго ребенка – это не чувствовать себя одинокими, чтобы было в семье именно двое детей. Также одной из мотиваций является, это основной, будем говорить, что характерно, могу сказать, несмотря на меры государственной поддержки, как такая мотивация, как улучшение жилищных условий, с помощью материнского капитала, так это стоит далеко за пятью основными причинами. Как говорится, по рангу выше стоят такие жизненные ситуации. Это забота о том, что в старости не остаться одним, не быть одинокими. Это именно та мотивация, чтобы ребенок не был в семье эгоистом. Это желание просто видеть маленького в доме, как ни странно, просто такой звоночек, чтобы был дома. Ну и также как укрепление семьи. Это тоже немаловажная мотивация для того, чтобы рожать второго ребенка. Если у вас возникли вопросы к нашим специалистам, звоните в редакцию программы НЭП по телефону 290-19-90. Вместе мы найдем ответы на любые вопросы. Наше время в эфире истекло. Предлагаю организованно продолжить делиться полезными советами, экспериментами и ценной информацией ровно в 22 часа на седьмом канале уже завтра. И пересмотреть на здоровье все предыдущие выпуски на нашем сайте trk7.ru. Но если у вас есть вопросы, на которые пока нет ответов, попробуйте передрисовать их нашим корреспондентам по телефону 290-19-90. Всем удачи и только грамотных покупок. Счастливо!